Привет на роботоп! Новая часть невероятных моментов с животными готова. Тут и ваши любимые битвы и просто самые интересные случаи с животными. Жмите на колокольчик и начинаем! Быку в Индии невероятным образом удалось не просто выжить, но и полностью избежать травм, после того, как он попал под поезд. Сообщается, что крупное домашнее животное заснуло на путях и проснулось только после того, как над ним начали проезжать железнодорожные вагоны. Все закончилось благополучно. Рыбаку повезло, он поймал мертвую акулу быка, но вы только посмотрите, большой крокодил сразу почувствовал вибрации рыбы и устремился к цели. Случай засняли в Австралии. Крокодил быстро приблизился к акуле, вцепился в нее и проглотил за считанные секунды вместе с леской. 20-летняя Туи Сэй убирала мусор с бетонного бассейна во Вьетнаме. Несчастью девушки появилась огромная черная крыса и начала на нее прыгать. Девушка отчаянно пыталась ударить грызуна ручкой метлы, но тот продолжал уклоняться от ударов и бежать за ней. Девушке попытался помочь парень, но неудачно, хотя сам он выпрыгнул очень быстро. Выглядит очень смешно. Горным козлам часто приходится пересекать быстрые ручьи и реки. Для крупных животных это проще простого, а вот для их детеныша это настоящее испытание. Этот малыш был разлучен со своей матерью быстрым течением. Он долго не решался прыгнуть, но все-таки сделал это. Козленка унесло, ему пришлось бороться с бушующими порогами. Все закончилось хорошо, ему удалось выбраться. Этот кот долго прицеливался перед потолочным вентилятором, но его хозяйка до последнего не верила, что он это сделает. Дальше вообще прикол, на вентиляторе висела какая-то веревка. Глупый кот решил атаковать. Выглядит очень смешно. Еще один котик, который нашел для себя отличное место для игр. Он расцарапал подвесной потолок и похоже, что там ему очень уютно. Сотруднику лесного хозяйства в Канаде удалось выследить огромного лося, и он решил поснимать его с дрона. Мужчина даже не догадывался, как ему повезло. Лось начал трясти своим телом, чтобы стряхнуть с себя снег, но вместе со снегом скинул свои рога. Оба рога отлетели одновременно, так что человек сразу отправился на их поиски по следу крупного животного. Везунчик нашел рога на расстоянии 200 метров от места съемки. Этот момент засняли сотрудники лесного хозяйства. Леопард перепрыгивает через забор и нападает на движущуюся машину, отрывает от нее кусок и убегает по улице. Бешеного леопарда вскоре усыпили транквилизаторами, так как до этого в результате его нападений несколько человек получили ранения. Я всегда думал, что броненосец это милое травоядное животное, но оказывается это не совсем так. Вот как броненосец атаковал крупную игуану прямо на дороге. Он держит ее за шею и уносит для поедания. А тут броненосца недооценила Каракара. Она атаковала зверька, который защищаясь вернулся в бронированный кокон. Лампа птицы тоже была зажата внутри. Теперь она не может ни атаковать, ни улететь. Как говорится, ловушка захлопнулась. Дальше вообще жесть. Броненосец атаковал маленького теленка. Мама корова ничего сделать не может. Теленок со всех сил пытался подняться, но у него ничего не получалось. Мужчина с камерой решил долго не снимать и сразу приступил к спасению. С теленком все хорошо. Дальше фото момент, так как снимающий не успел переключиться на видеосъемку. Глупая собака решила лаять и преследовать лошадь, но они очень быстро поменялись местами. Заметно, что лошадь очень разозлилась и почти удалось укусить пса. Мать и дочь врезались прямо в стаю птиц на пустой трассе, ошибочно ожидая, что птицы вовремя улетят. В результате столкновения несколько птиц погибло. Водитель уже заявила, что не могла быстро затормозить из-за скользкой дороги, так что перед птицами нужно тормозить вовремя. Они не всегда успевают взлететь. Мужчина ненадолго оставил машину на стоянке, но оставил он ее прямо под столбом фонаря, на котором, как вы сейчас поймете, очень любят сидеть чайки. Подойдя поближе, мужчина увидел, что его автомобиль был полностью покрыт фекалиями птиц. Выглядит очень смешно, но многие люди верят, что это примет их деньгам. Если это правда, то с такой обосранной машины мужику светит джекпот в лотерее. Манекен волка очень напугал этих двух ротвейлеров. Глупые собаки приняли боевую стойку и начали лаять, но нападать так и не решались. В Бразилии засняли просто невероятный мост, построенный муравьями. Во время наводнения им нужно было спасать свои личинки на дереве, так что насекомые из своих тел соорудили мост, который сначала идет по воде, а потом плавно поднимается на дерево. Суперархитекторы. Это спасение было заснято в Польше. Люди пришли на помощь оленям, которые все вместе запрыгнули в небольшое болото, выбраться из которого было уже нереально. Вы можете заметить три живых оленя, а четвертый не выжил. С болота торчат только его рога. Спасатели использовали веревку, которой они и вытаскивали оленя и накинув ее на рога. Троих выживших спасли. Животные быстро убежали в лес. Человек только собрался приготовить себе несколько яиц, но был застегнут врасплох. Из одного яйца вылупился маленький цыпленок. Да, завтрак не задался. Остальные яйца наверняка тоже не свежие. Зато у него теперь есть собственный цыпленок. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео.